Красноярский центр путешественников Посетить Берючинский залив и уникальную пещеру Женевскую Затем отправиться на Красноярские столбы А после этого окунуться в загадочную историю таежного села Орешное Внимание! Внимание! Подъем! В лагере Треворда! В лагере Треворда! Все быстро встать! Бегом! Суть этапа в том, что необходимо переправиться через реку На которую нельзя не натянуть ни переправу, ни троллей, ни завалить дерево Есть в кармане коробок спичек На том берегу ждет сушняк и еда Необходимо развести костер Поплыть и замочить спичек Как поплывут, так поедет 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для того, чтобы ходить по пещерам, нужна довольно-таки хорошая физическая подготовка Вязкое узло, значит, скрепляй товарищей, друзей там, единомышленников там находишь Красота, любота! Мне нравится, например, ходить по пещерам, смотреть красоту эту подземную Давайте, рассказывайте, чего надо делать всем тем, кто в пещеру не был никогда Ходить туда, причем очень часто А при том, и не быть свиньями, и не сорить их Да, не сорить в пещеру Мы постоянно уходим, уносим с собой груды мусора Вот ездили мы, например, вот с Максимом в пещеру партизанскую Ну, там, очищали ее, топосъемку доделали Где новые пещеры нашли, сделали Вот, груды мусора просто вывезли Народ! Пещера, хоть и яма, но не помойка! Мне довелось побывать в Швейцарии Я посмотрел, до чего молодежь там любит свою страну Просто любит свои скалы, пещеры Вот они просто вот патриоты являются Своей, скажем так, своей природы И у меня тоже, я подумал, а в принципе, есть ли разница, где лазить по скалам В Швейцарии, значит, или у нас в крае Оказывается, есть большая разница Я участница лагеря чистой столбы Меня зовут Аня Вообще, в лагере мы собираем мусор Очищаем столбы И вот два дня мы ходили на китайскую стенку Собирать мусор И вот за два дня мы собрали вот эту вот гору мусора В общем, мы там залазили под камни, залазили на скалы И вот это все убирали Всякие бутылки, банки, всякие пакеты Нашли даже чью-то заначку Целую банку тушенки, сгущенки и пакет риса Гера, Света, Губа, Галя, Гриша Какой год? 73 Зовут меня Вова, фамилия Лошаков Здесь у нас задание почистить столбы от нагаженного За многие годы Вот сейчас будем стирать одну из надписей Будем надеяться, что щетка хорошая И не сотрется щетину Столбы, столбы Столбы это романтика Хожу я туда Вот так, более-менее сознательно и состоятельно Года я так четыре На столбах лучше всего Лазить интересные ходы Которые присутствуют там На самом центре Где-нибудь на первом столбе На втором Мы работаем тут даже и не за деньги А из принципа Которые Все-таки у нас немножко остались Так, похвастаюсь Если уж мы тут живем То зачем тут, извиняюсь за выражение, гадить Не станете же вы У себя дома Ходить в туалет под столом Там же и есть на кухне На этом же столе Люба Вот все имена, которые здесь написаны Я тебя возненавижу Лагерь Подъем Зачем? Лагерь, отбой! Что рассказать о лагере? Лагерь наш уже тут проводится Не первый год До этого мы Занимались Походами в пещеры Осваивали азы туризма Ну, экскурсии проводили По всяким Пещерам, лесам Тут Долам, полям и так далее Этого стало не хватать несколько То есть, как бы лагерь Повернули в сторону исследований Не экскурсий, скажем так Отдыха А в сторону исследований Территории данной И оказалось, что это очень интересно Не только, значит, своим инструкторам Или еще кому-то А интересно самим детям Ну, то есть, детям было предложено Заняться Сбором информации Об этой территории Мы, конечно, понимали Когда им предлагали это В каких они направлениях Примерно смогут Ну, то есть, учитывая Все особенности этого района В каких они направлениях Смогут работать Ну, жизнь оказалась, естественно Многогранней гораздо Дети Нашли здесь очень много интересного О чем мы сами, честно говоря И не догадывались Вообще, когда мы сюда приехали Значит, мы узнали Было много направлений В том числе было краеведение И мы узнали, что тут Где-то в лесу стоит паровоз Детям интересно стало Очень любопытно Посмотреть на паровоз Первое, что для них было Очень забавно Паровоз Разве он здесь есть В Поге Ну, в общем С этого все началось Хотя были в курсе Что могут и не найти Я Иван Руководитель группы Наша группа идет на 4 дня По узкоколенной дороге Стоящей с 30 километров Группа состоит из 8 человек По должностям Гриша Гриша доктор Игорь Игорь у нас Комендант Настя завхоз И журналист Саша История этого Скоколейки еще Во времена Или Точно Не знаю Во времена Или перед Великой Отечественной войной Или после Но На ней перевозили Сынных литовцев Ретестированных И они Сюда перебрашивались Как для Вывоза леса Тут были лесозаготовки Начиная Немцы Поляки Евреи Калмыки Литовцы Так Украинцы Эстонцы В общем Интернационал Целиком Что на земле Есть Только одно Китай И китайцы Били даже Вот мы пошли И тогда уже Стало более Менее видно Вот Ускокали Дорогу И вот Это вот место Даже Нашли место Где Сами шпалы Как их поставили Так они до сих пор И стоят А их оттуда Привезли Только что Чемоданчик Как вот эта сумочка Остальное Там оставили Все В вагоны При Сталине 24 часа И поехали Сюда приехали Ни картошки Ни морковки Нету Ничего Нету Вот Мы местные Сами-то Бедные И мы их еще Поддерживали Что-то маленько Давали там Покушать Где-то какие-то На ноги Мороз 140 с лишним Градусом Они оттуда С теплых мест Приехали Они как тараканы Мертвые Вот Даже вот Калмыков Так тех Зимой Слушай Некому даже Было ямки копать Так вот так В снег закопают И собаки Потом съедят его Слушай Это дикость Вот О заброшенных кладбищах Мы даже не думали И когда просто Ира сказала Что тут есть Оброшенные кладбища Вообще Стало еще Интереснее Интересно Даже По кладбищу Светить Вот Как у нас Какие городские кладбища И какое здесь Как раньше Ставили И вот Даже Что Кладбища Тут разделяются Здесь Литовская Дальше Украинская Здесь Одна вера Там Другая А городская Там В принципе Нету Там Все в одно Поэтому Интересно Даже кресты Отличаются Тут было Холодно И многие болели И очень много Умирали Тут нечего Будет Даже есть Тут Не было Нормальной Медицины И так Они не начали Умирать Любая болезнь Была Не для них Почти Смертельна У нас Есть Цель В Красноярске Есть Литовское Общество Связаться С этим Обществом И чтобы Они Нашли У себя Мало ли Кто ищет Еще до сих пор Родственников Не знает Даже где Похоронены Всех Мучает Вопрос Вымирание Полное Народа Есть Такое Что Если Зайти На кладбище Можно Заметить Что Народ Вымирает Просто Семьями И В один Может В один День В один Месяц Да Вот Это Существует Много Точек На этот Счет Зрения Вот Одна Из них Например Что Люди Просто Зимой Замерзали Они Не могли Адаптироваться К суровым Сибирским Морозам И просто Замерзали Вторая Точка Зрения То Что Люди Не могли Противостоять Алкоголю Упивались Полностью И тоже Умирали Третья Точка Зрения Это Вот Как раз Ртудная Амальгама То Что Они Умирали Из-за Нее Вот Этот Район Как До сих Пор Говорят Споры На этот Счет Богат Или Он Золото Может Здесь Вообще Золото Добывать По Опросам Населения Мы Узнали То Что Люди Которые Раньше Там Жили Добывали Золото То Сюда Завозили Ртуть И Растворяли В ней Золото Для Перевозки И Ртуть Ведь Она Вредна И Люди Умирали От Рака То Есть Вероятность Что Они Из-за Ртути Но Они Могли Ну Когда Рыли Просто Наткнуться На Жилу Урана Когда Я пошла В Экологический Кружок То Сначала Занялась Пробами Вот А потом Перешла На Насекомых Меня Очень Заинтересало Что Бабочки Здесь Четырех Лапы Я Это Как Решила Выяснить Мне Сказали Что Были Замечены Бабочки Четырех Лапы Насекомые Должны Быть Шести Лапы Это Ненормально Это Сильное Ливяние Обружающие Среды Такого Не Может Быть И Они Как То Встречались По Разному Некоторые Были Шести Лапы Некоторые Пяти Вот Ночные Всего Лишь Одна Была Четырех Лапы Остальные Большинство Было Шести Лапы Это Тоже Еще Остается Загадкой Почему Так Ну Так Как Плохая Погода Была Нам Она Немного Помешала Но Несколько Опытов Мы Все Так И Провели Исследовали Санитарное Состояние Воды Около Лагеря То Брали Ниже Лагеря По Течению Выше Лагеря По Течению Пробы Воды Исследовали Воду Тоже На Санитарное Состояние В деревне Орешное Так Как Там Только В новой Части Колонки А в старой Берут Воду Прямо Из реки Пьют И я Боюсь Что Не всегда Кипятят Я думаю Что Ну Коровы Там Ходят И гадят В реку Да Поэтому Кишечная Плачка Может Не очень Научно Сказано Но В принципе Верно Становить На первый Последний Рассчитать Первый Второй Третий Четвертый Пятый Считай Федьмой Восьмой Девятый Пятый Ну что С приходом Спасибо Спасибо Как дошли Больные Больные Нет Нет Музыка Музыка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За последние, скажем так, 10-15 лет у нас в России ребятишки, они вообще потеряли, скажем так, связь с историей. То есть такой разрыв произошел между поколениями. Многие не знают, чтобы, допустим, даже была гражданская война. Или если даже знают, то каким-то неопределенным образом. Не знают, что вообще происходило, допустим, на данной территории, в какое время, и что здесь есть. И когда они сами стали узнавать об этом, для них это было открытием. В принципе, это самое главное. Это и есть исследование. Самое важное, мы просто увидели, что вот эти шесть деревень умерли, и все, их просто никак уже не возродить, ничто. Мы не хотим, чтобы Пиме, Нарва, такие вот деревни, но видно, что она все равно когда-то, вот сейчас спад произошел, может еще больше стать спад этой деревни, то, что так вымрет, и будут говорить, вот здесь на этом месте была деревня. Просто сейчас... Можно попытаться найти какие-то способы сохранить деревни, да. Допустим, как мы проразгласили лозунг, что мы занимаемся, значит, как бы спасением территории, потому что у нас люди, территория умирает. Понятно, что спасти территорию руками детей невозможно, но когда они сами это осознают и начинают этим заниматься, то, я думаю, территория, она будет спасена. Ну, не сейчас, значит, а в будущем. Напои меня водой Твоей любви Чистой, как душа владельца Прилети ко мне стрелой Восхитительной стрелой В сердце 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 Субтитры подогнал «Симон»